Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рассмотрим задачу нахождения общего решения линейно-однородных систем с постоянными коэффициентами. В случае, когда в среде корней хайдского уравнения есть кратные корни. Может, нам задана система линейно-однородных алгебрических уравнений с n, неизвестным функцией. Где x точка означает производный от x по t, а коэффициентами системы является постоянным числом. Следуя методу Эйлера, решение системы ищем в виде произведения гамма и и на 10 линейно-т, где гамма и и линейно-т являются неизвестными числями. Для нахождения значения этих чисел, функцию поставим в систему и после упрощения получим относительно гамма-1, гамма-2 и так далее, гамма-n, систему линейно-однородных алгебрических уравнений. Известно, что для того, чтобы эта система имела ненулевое решение, необходимо достать, чтобы основной определитель этой системы была n-0. Проравнивая эту нулю основную определитель к системе, мы получим относительно лямда алгебрического уравнения n-ой степени, который является характеристическим уравнением заданной системы. И вот здесь мы рассмотрим случаи, когда среди корней хорького уравнения есть кратные корни. Эти случаи мы разберем на конкретных примерах. Пусть нам задана система линейно-дифференциальных уравнений, линейно-однородных уравнений. Требуется найти общее решение этой системы. Решение системы еще в виде исследования трейлера. Подставим систему и после упрощения получим относительно гамма-1, гамма-2, гамма-3 системы линейно-однородных алгебрических уравнений. Проравнивая к нулю основной определитель, мы получим относительно ламда уравнений третьей степени. Нетрудно посчитать, что корни будут гамма-1, гамма-2, гамма-3, гамма-3, гамма-2, гамма-3. То есть один простой корень и двухкратный корень. Теперь перейдем к нахождению соответствующих значений гамма-1, гамма-2, гамма-3. В этой системе полагаем лямда равный трех. И вот относительно гамма-1, гамма-2, гамма-3 получим систему уравнений. Система уравнений и... Если сложить первый и второй уравнений, выразим гамма-2 через гамма-1. И, поставляя любое из этих уравнений вместо гамма-2 минус гамма-1, выразим гамма-3 через гамма-1. И в итоге получим решение системы в таком виде. Нам достаточно найти одно решение. Поэтому полагаем, что гамма-1 единицы, получим гамма-2 минус единицы, гамма-3 минус 3. Таким образом, найдено значение гаммы и лямда, поставляя вид решения, мы найдем соответствующую простому корню решение заданной системы. Теперь рассмотрим случай, когда кратный корень. Поставим систему пистолям-2 минус единицы. Получим относительно гамма-1, гамма-2, гамма-3 вот такую систему. Выпишем матрицу системы. Теперь вспомним, что если корень корень корневого равнения лямда, как кратный корень, то в случае, когда корень, кратность корня совпадает с числом линейно-независимых собственных векторов, то в случае, когда лямда равна лямда 0, то соответствующее этому кратному корню решение имеет такой вид, где сигма-1 и тогда сигма-к являются собственными числами матрицы системы в случае, когда лямда равна лямда 0. Вот здесь, для того, чтобы найти число линейно-независимых собственных векторов матрицы B, вычисли равен матрицы. В данном случае равен матрицы равен единиц. А число линейно-независимых собственных векторов матрицы есть разность парадка матрицы и парадка. В нашем случае это будет 3 минус 1, 2. И, как видите, здесь число линейно-независимых собственных векторов матрицы B совпадает с кратностью корня. И нам нужно найти 2 собственных вектора этой матрицы. Поступаем следующим образом. Вырезаем гамма-2 через гамма-1, гамма-3. И здесь, если гамма-1 обозначим через С2, гамма-3 через С3, то гамма-2 будет С2 плюс 2 С3. И таким образом, сюда можно найти собственные векторы матрицы B. Первый собственный вектор будет единица, единица и 0. То есть, как следует С2. А второй собственный вектор будет 0, 2, 1. Вот мы таким образом нашли 2 собственных вектора матрицы B. И, следовательно, частное решение системы вот в случае, когда кратный корень имеет такой вид. Для нахождения общего решения системы теперь первое решение умножим на С1 и прибавим к полученному решению для кратного корня. И в итоге мы получим общее решение с одной системой в таком виде. Посмотрим следующую задачу. Требуется найти общее решение системы. Ну, по аналогии с предыдущим примером. Решение еще в таком виде. Вставляя систему и упрощая, получим такую систему. Относительно КМ1, КМ2, КМ3. И не на одного. Правливая к нулю основной определитель, мы получим уравнение третьей степени относительно ламбда. Корень которого будет, 1, 2, 2, кратный корень, 2 кратный корень. И 1 простой корень. Найдем значение гамма-1, гамма-2, гамма-3 в случае, когда корень простой. Оставляя систему пистолямтой 2, получим систему, которая будет иметь гамма-2 будет 0, а гамма-1, гамма-3 равны 11. Одно из решений этой системы. В итоге, оставляя это значение и ламбда в вид частного решения, найдем соответствующие решения, частные решения системы. Теперь давайте рассмотрим случай, когда кратный корень. Оставляя систему и ламбда 1, получим систему линейно-народных алгебрейских правил. Выключим матрицу системы. И по аналогии к предыдущим случаям вычислим количество линей независимых собственных векторов матрицы B. В случае, когда если ламбда 0 является как кратным корнем предыдущего равнения и кратность корня больше, чем число линейно-независимых собственных векторов системы, матрицы системы, в случае, когда ламбда равна ламбда нулевому, то частное решение системы следует искать в виде произведения многочлена степени К-М на Е степени равна 0. В данном случае, в нашем случае, равна матрица равна 2, и число линейно-независимых собственных векторов будет равна 1. А кратный корень равна 2. Поэтому частное решение системы следует искать в виде произведения многочлена первой степени на Е степени Т с определенными коэффициентами. Для нахождения значений коэффициентов этого решения мы X, Y, Z поставим в систему сократим на Е степени Т и после упрощения получим систему. И проявнивая коэффициенты одинаковых степеней полученных многочленов, тут получается равенство многочленов. Получим, что А2 минус А1 0 А равену B2 минус 2 1. Ну и так далее. Отсюда следует, что А2 А1 все не равны. А B2 будет B минус 1. И B1 будет B минус A1 минус A2. Так как А2 это тоже А. И заменим теперь А через C1 B через C2 получим, что B1 будет C2 минус 21 B2 будет C2 минус C1. Представляете значения вид частного решения найдем соответствующий частное решение соответствующему кратному корню. Могут иметь такой вид. Теперь найденное ранее частное решение соответствующему простому корню умножим на C3 и прибавляя к этим функциям получим общее решение данной системы. Задача решена. Спасибо за внимание.